Национальное событие 2017. На минувших выходных Плёс уже в 12-й раз стал площадкой Всероссийского фестиваля «Льняная палитра». Сердце текстильного праздника 35-метровый подиум установили на Волжской набережной. Для конкурсного показа дизайнеры со всей страны подготовили почти 40 авторских коллекций. Разнообразие работ поражает. Модели дефилировали и в изысканных вечерних платьях, и в простых повседневных нарядах. Посетили модный показ не только эксперты и любители высокой моды, но и первые лица региона. Фестиваль «Льняная палитра» с одной стороны сегодня – это порождение многовекового опыта наших текстильщиков и льнянщиков. С другой стороны – это национальные события сегодня в Нероссии. Это площадка, где сегодня пробуют силы молодые и выставляют в своей коллекции метры. Это площадка, где нашла себя детская мода. Это место, где ведут диалог промышленники и модельеры, определяя будущего нашего текстиля на ближайшие годы. Тема фестиваля в этом году – национальный стиль в современном костюме. «Льняная палитра» задает вектор развития отечественной индустрии. Одежда должна быть красивой и практичной. Совместить национальный колорит с удобством удалось дизайнеру Анне Родиной. В основу ее коллекции легли аутентичные цветочные узоры. Материал в своих работах Анна использует необычные павлопосадские платки. На пошив одного платья уходит в среднем два головных убора. Не только женщины могут нарядиться, но и вот мужчины. Такая бабочка – это коллекция, вернее, фэмли-лук. Платье для женщины, платье для девочки. А папа вот в такой бабочке, чтобы он не отрывался от своей семьи. Я продаю эти вещи. У меня небольшие объемы, поскольку я не могу в таких промышленных масштабах делать. Во-первых, очень дорогой материал. Во-вторых, у меня только две руки. Я их продаю. И вот здесь, на Петровской ярмарке, можно купить. Еще одну коллекцию, заслуживающую внимания, привезли молодые дизайнеры из Москвы – Мария Лаврентьева и Мария Голубцова. Вместе они работают уже пять лет. За это время посетили не один фестиваль и открыли собственный бренд, под которым продают одежду и аксессуары. На суд экспертов и зрителей они привезли коллекцию «Однажды в моей голове». На ее создание девушек вдохновило воздушное вологодское кружево. У нас образ коллекции – это юная дриада, жительница лесов, таинственность. Увидели, наверное, орнаменты, цветочные орнаменты, деревья, кружево. Все связано с природой именно. Из-за того, что здесь был Вячеслав Михайлович, мы хотели посмотреть на его реакцию, и это очень для нас важно. Вячеслав Михайлович аплодировал нам. И он удался. Да, это очень ценно для нас, и поэтому мы будем вдохновляться, вдохновлены еще больше на дальнейшее какое-то развитие, на дальнейшее создание новых коллекций. Мы безумно счастливы, что мы приехали сюда, потому что… Класс очень красивый городок. Да. Они разные, но больше всего мне понравились и запомнились народные костюмы. Они более экстравагантные, красивые, впечатляющие. На льняной палитре я впервые. Очень много о ней слышала. Эмоции действительно бьют ключом. Настолько превосходно, настолько интересно. Такие талантливые люди. Все очень нравится. Мне очень понравился Лен, очень понравился Донецк. Каждая коллекция имеет определенную изюминку, которая просто восторгает. Мне понравилась работа студентов. Вот и московских студентов мне очень коллекция понравилась. И наших студентов. Еще мне понравилась работа манекенщиц, особенно ветеранов. Они действительно могут любую коллекцию сделать. Для организации мероприятия подобного масштаба требуются немалые финансовые затраты и слаженная работа большого количества профессионалов. Я считаю, что все произошло без накладок. Главное, что нас и погода не подавела. И каждый на своем месте сделал свое дело очень четко. Но я это говорю уже как директор фестиваля. То есть не было ни одного прокола. На мой взгляд. Поэтому, по-моему, люди довольны. Солнце светит. Праздник продолжается. Будут ли дизайнерские вещи востребованы и дойдут ли они до потребителя, покажет время. А модельеры, получив новый заряд вдохновения, уже совсем скоро начнут готовиться к следующей льняной палитре. Максим Серебряков, Анатолий Лодинов, РТВ Иваново.